Мы продолжаем учение Таня с самого начала, по порядок. Мы сегодня продолжаем в 8 главе, 71 страница на русскоязычный перевод. В прошлой главе мы учили, как задействуется животная душа и поступки связаны с ней, клепотного, поступки связаны с получением удовольствия из нашего мира или воспользованием нашего мира, не связаны с благими намерениями. Благими намерениями это означает того, что написано в Торне. Помогать другим, выполнять заповеди, делать это ради того, что мы будем здоровы и сильны для службы перед Всевышним и так далее. А это делаем ради своих удовольствий. И мы сугубили восприятность и понимание, как это влияет на нас. Теперь мы спустимся еще ниже. Что происходит, когда человек не просто кушает ради своего удовольствия и ради своего восприятия, нежности и так далее. А он это делает, он это делает того, что запрещено в сторону. Как мы знаем, того, что запрещено в школу принадлежит три вида клепот, которые их нельзя поднять в духовности. И поэтому они нам запрещены. Что происходит, когда мы касаемся книг? Причем мы будем учить разные категории касания этих вещами, принадлежавшие трех видов клепот. И еще раз, после того, что он учил в школу принадлежит три вида клепот, И что, к этому надо говорить. Еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, в святом языке есть второе понимание, второе восприятие слова Асур. Заключенный. Заключенный, как называется по святому языке, заключенный. Асир. Когда я беру человек и завязываю ему руку, я называю это, это человек Асур. Связан. И поэтому Тору пользуется по отношению с запрещенной видом еда, слово Асур. Запрещено и завязан. Почему? Человек не знал, что это запрещенная еда. Не знал. Он зашел в кошерный ресторан. А там была ошибка. Им продали еда, говядина, с удостоверением, что это кошерный ресторан. Почему? Потому что этот продавец тоже не замечал, что он покупал это в некошерное место. И они еду не знали. Никто плохо не хотел делать. Но оказалось, что это некошерное место. То он не виноват. Никто не виноват. То есть наказывать кого-то не придется. За что? Он же не виноват. Но мы тут не говорим о поставить галочке. Виноват, не виноват. Мы говорим о духовном состоянии в связи с тем, что я кушал некошерная еда. Но совершилось то, что я кушал некошерная еда. Все. Уже кушал. И не просто я кушал так. Не виноват я. Но я кушал. И я кушал это лешем шумаим лавоид ашем бекоя хуахи луаи. Я кушал это ради служить Всевышнему и вегам поал вёсакен. Я не просто так думал. Я был уверен, что я вот-вот пойду сейчас на молитву и буду усердно молиться, а потом учиться тоже. И эта еда нужна для этого. А я так делал. Не так думал, а делал. То есть, моя еда, которую я покушал, реально помогла мне молиться и учить тор. Сотфакт. Это уже сделано. Векора виспалел бекоя хуахи луаи. И действительно, этот человек молился и учился в силу этого еда. Что тогда происходит? Мы не говорим о виноват-невиноват. Мы говорим о состоянии душа. Оживление, которое есть в неё. В неё это в кого? Это еда. То есть, допустим, в этого кусок стейка еда. Вот, оживление, то есть, силу Всевышнему, который оживляет этого вида еда. Этого, когда я кушаю, они разделены, мы уже говорили об этом. То есть, физическую, идёт в физическую. А духовную, в кошерный вид пиши, соединяется со Всевышнему. Даним ситуация, хахайус шебо, эн ойлу хахайус шебо, у мислабешес, бетеевес, атеро, ваатфилок, моя это. Духовности, которая, частичка Богом, которая есть в этом виде да, не соединяется благодаря моему молитву и благодаря моему учению Тору. Но, в них, если это было кошерное вид еда, оно соединилось. А теперь не соединяется. Поскольку, что этого силу Всевышнему, сотворение этого еда, это, он завязан, он заключён, заключён в руке, в руке, и не просто запрещенная вид еда, допустим, когда плохо резали корову, она испорченная, и теперь она точно называется трейфа. Она всё, она, нельзя её есть. Даже таких вишей, которые мудрецов поспорили, поспорили и решили, несмотря, что Тору не запрещают, они запрещают. Есть такие виши. Во Филу и Иссу Дарабону, даже когда запрет ставили мудрецов и не Тору, тогда тоже незаметно я покушал. Я и молился, и учился. Эта силу Всевышнему, которая заложена на оживление этого куска еда, не соединяется со Всевышнему никак. Это пробыть в животах может быть? Секундочку. Шахамурим дивресойфрим, йойсерми дивресойфрим, поскольку слова мудрецов ещё жёстче запрещены, чем Тору. А почему Тору дала могуческих сил мудрецов влиять в мир? И если они говорили, что это запрещенный Асур, они отдали это клепот. И нельзя её поднять. Что ты спросил? Ну, то мы живут, а то, знаете, как-то освободиться от этой пищи, чтобы она не соединилась с кровью. Мы ведь не говорим сейчас о физической еде. Физическая еда придёт определённое время. И очистимся. Поэтому мы знаем, теперь мы понимаем рассказы, истории по Альтеребе. Теперь мы можем её понять. Когда Альтеребе был заключён в Петербург, в крепость, и видели, что он не кушает, то надзиратели в Турма пытались его заставить есть. Они прям силом держали руки, ноги, пытались тянуть в него, прокармливать его. И он, нет, не соглашался. Понятно, что это была не прогулка. Это было тубольно. Не соглашался. И поднялся туда крик большой, шумиха. Ну, понятно, как это выглядит. Министр, который отвечает за этого Турма, один из монархи, прошёл мимо. Он был очень обученный человек, очень высокого культурного человека. И у него было знание, неплохое знание, еврейское знание. В Тальмуде, в Аллахе. Он был такой интеллигентный человек. И он услышал этого крик, подошёл туда и говорит, что такое. Конечно, прекратили вот это бойня. И рассказывали, что этого заключённые пытаются себе убить до смерти с голодовка. А мы не можем это позволить ему по закону. Поэтому мы прикармливаем. Он увидел ребе. И Салат говорил, такой человек нельзя заставить. Надо с ним поговорить. И он зашёл и говорит ему, почему ты не разрешаешь тебя покормить. Нельзя самоубийство, нельзя совершить по закону Тору. Вы сейчас сами себе убиваете. Говорит ему, Аль-Требе, лучше меня умеять, и запрошённая в виде еда не коснётся к моему телу. То есть, он говорил, правда, я нарушаю закон. Даже при нарушении закон можно есть такая еда. Но я не напачкаю мой организм. С Микошелом я пишу. Почему? Как вы говорили, правильно. Потому что еда, когда мы кушали, никогда не верится. И Аль-Требе даже в такого ситуации не соглашался напачкать своего тела. Вот мы видели, почему. Потому что еда – это еда. Это превращается в наш организм физически. Если физически всё-таки можно как-то очищать, можно как-то. Но через время ослабляется, кушаем много другого. Я не уверен, что молоко матери прям до сих пор меня задействовано. Ну, как-то. В чём-то, да, в чём-то. Ну, молоко матери, может быть. Да, овощей, которые я ел, когда я был ребёнок. Не уверен, что есть какая-то заметка. А духовности, которая напачкана душа, что происходит, когда я кушаю некошерная еда, и частичка Богом, который в ней есть, не уходит в небеса. То есть, она завязанная куда? Клипот. И я через неё завязан на них. То есть, у меня, ну, нет вариантов, что я могу делать. Это как маяк. Я бросал маяк, а маяк находится у них. Я не завязал шнур вверх. Я бросал маяк вниз. Теперь я склипот связан из-за некошерного мороженого, некошерного печенка, некошерного еда, которые я ел. Всё, я бросал маяк. Они у них. Это у них уже. Что меня делать теперь? Меня уже спасать невозможно. Спасать есть пути, но в общем это серьёзный проблем. Велахээн и поэтому говорит Ребе. Я тут добавлю очень интересные мысли, которые я слышал сегодня, когда готовился курок о раввине Алькан. Кто-то спросил у него, почему, когда я кушаю, а потом иду молиться, силу, которую я влаживаю в молитву, почему она не вытаскивает за собой силу Всевышнему, которая помогает мне молиться? Вот это запрошённое. И он говорил очень красиво, он говорил, что такой же вопрос спросили Ребе, ну, бабочески, это наш. А Ребе говорил, что вопрос обратно. Не вопрос, почему запрошённые они поднимаются и не соединяются, а вопрос, как разрешённые соединяются. то есть когда мы смотрим на наш организм, мозг, который завязан на нашей разум, который завязан на наш мозг, он меняет наш мозг, физически меняет, он реально меняет. то есть воспользованный мозг, просвёщённый мозг меняет себя. Меняет себя, он живёт по-другому, он пользован по-другому, есть части мозга, которые больше задействованы, это как мышцы. То есть получается, что разум, который есть внутри нашего мозга, меняет физическая работа наш мозг. Та же самая, когда мы идём тренироваться в любой день, в зале или на танцах, то есть наши ноги и руки меняются, меняются по отношению с их тренировкой. Теперь, когда я пишу умные вещи, моя рука меняется тоже, то есть я пишу умные вещи, моя рука становилась умная, почему? Она не сосуд для мозга, для разума, она сосуд для физического упражнения, вот этого движения, то есть она не стала умная, умной у меня мозг становится, развитый мозг, а руку нет, почему? Нет связ, это оживление не связано с ним. Получается, когда я кушаю кошерная еда между мной и частичка Богом, который оживляет этого еда, какой связ есть? никакого. Так как у меня есть связ? Ответ, при даровании Тору Всевышний делал связ, делал, который, ну, Всевышний решил, что теперь, когда ты будешь кушать кошерная еда, и будешь это делать рады Всевышнему, то есть, добавится к нам, к нам, ко мне, к тебе, силу Всевышнему, который оживил этого еда. А когда это запрещенную, просто нет. Почему? Она продолжается принадлежать клепот. Так Всевышний нашим. Как раньше можно было кушать до даровании Тору не кошерная. Почему раньше? Они евреи, что? Они не евреи были, но можно было Еще раз, они евреи, что кушают? Не евреи. Не евреи, что кушают? Ну, не кошерная. Они делают плохого? Нет. Ну, сейчас, до этого она не достоиняется. Сейчас, сейчас, твой вопрос отвечает. Вот именно. Видишь? Сразу тебе отвечает. Велахен и поэтому Гамма Яцарова векой яхамисав или дворим асурим силу Яцарова силу жажду кзла не зла плахому плахому для нас запрещонный запрещонный правильный Габаритин силу желат запрещонного и желания кетих запрещонных виши ушед мишедин нухроим он черт принадлежавший нееврею шоу яцарова злое обратно возвращать ко всевищному что это такое что это за черты за чертой еврейский черт нееврейский черт прошел образование что ли делали образование к этому черту я не знаю что это чертой я никогда не встречали хотя бы не помню что я встречали или не понял что это чертой ну шучу не понимаю что такое чертой не мое дело не знаю нет это не ангел чертой не чертой это не ангел чертой это не ангел это мы знаем точно это написано еще в мидраши черты это не ангел это не ангел это определенный вид сотворения который не знаю посмотрите христиан христиан очень очень смотрите христиан очень очень богатое воображение да и фантазией решили что они в может быть когда они попадут туда они увижу но я не знаю если я не знаю я не знаю если казалось миколангело что черты должны жарить людей в аду пусть пойдет туда и посмотрит может быть он там все снимет я не знаю я знаю того что написано в книге у духовности я не принадлежу я не был там пойду скажу пока не знаю короче что что такое что такое что 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 мы знаем что будет нет это вопрос мы слышали мы слышали об этом допустим в мидраше прошлом царь Соломон что у него было нужно найти червяк Шамир этого червяк был создан специально всевижнему под это дело этого червяк у него было огромной могуческой сил когда он сел на твердого на любого твердого он ее разделит как молнии как как лазерные луши лазер еще чуть-чуть ломает еще поэтому у него не когда он разделен как будто бы раскололся раскололся причем четко вот ровно четко такой у него сел пользовались им для того что очертить вот правильно резать камень под мизбях жертвенник который нельзя их делать с железа вот он помогал это делать и второе резать гравировать именно колено Израэль на камней в Хошен который есть в Куэнгаду да другие ценные камни вот для того что найти этого червяка ответственный на сохранение этого червяка был Ашмедай Ашмедай это глав командующий черты и есть целая история как царь Соломон пошел к нему навстречу как он сумел его взять в цепи и как он вернул его обратно в Иерусалим как он получил от него червяк и поскольку что царь Соломон был очень великий человек он хотел много чего научиться у Ашмедай у него было очень много знания знания которого царь Соломоне хватало и в один из бесед царь Соломон просил показать ему силу поскольку он могучий и он просил освободить его от цепей да и написано что Ашмедай его выбросил на очень другое расстояние и определенное время взял воображение царь Соломон и стал королем пока царь Соломон не вернулся и не мог его выиграть сейчас вернемся к вопрос еврейский не еврейский тут мы не говорим о черте наверное не говорим о черте который связан с Ашмедай это больше внутренний черт вот мой черт говорит Рябе наш черт он связан с его способностью по отношению к нашей душам то есть когда корова кушает трава вам кажется что она говорит ну боже мой почему я не могу взять кусок стек нет не говорит почему не говорит она не кушает стек просто не кушает стек не кушает она почему не кушает вот такой 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 способности не может она кушает трава еврея в натуральный вид не не может есть не кошел не может есть он не хочет есть не свинья ничего не может не не почему евреи и берет и кушает не кошел это потому что он привык себе все дозволено что все дозволено и у нас только все дозволил себе что его внутренние черта черт перешел граница к теме которая это разрешено к невреям невреям он не делал ничего плохого когда неврея свинья что проблема никакого проблем для него это хорошо для него это питание это важное питание почему нет для нас нет а когда ты все дозволил себе и ты дошел туда ты перешел граница это такое выражение это не что есть разница это такое выражение это что это сила делает неправильно делает все что не хочет все что не надо например что будет более понятно известно у биологи это не какая-то выдумка и действительно поэтому закон тор такой что лев и всяких разных хищники не едят люди не едят люди им не надо это не их пыши они не нападают не нападают если нету причины не нападают это не их помню и в морской жизни тоже не нападают на люди обычно не нападают когда нападают и один раз кусали человек и ели человеческое мясо то отказаться они не могут больше и поэтому сразу надо убивать то есть та же самая еврея тебя не в твоем зоне не кошерное пишет не ел все хорошо ел не ел а если ел уже отказаться очень тяжело почему стал чувствуешь ты привык попытаешься взятать привыкший человек свой колбаса сложно тяжело вы знаете я вам скажу когда я у вас кушал я бы завтра отказался от никокшена надо тебя кормить каждый день то есть получается что то есть получается что когда еврея переходит граница он переходит граница в нее в чужой в других люди то есть ты кушал не кошерное ты у них что ты хочешь теперь теперь ты хочешь одолженно не то дальше а что происходит дальше когда человек все-таки питается и получает удовольствие от кушерного въедита как когда я ел кушерная въедита только ради удовольства только не просто ради удовольства а я искал это ради моего удовольства что мы говорили уже в седьмой главе что это тоже идет в глубины три клепота когда я делаю чува я вытаскиваю силу которую я сам тянул туда в три клепота я вытаскиваю ее обратно святость ах но до того что я это делал никол мако кодем шахозар ликду шоу уситрах ради клипо перед тем что я вернул силу всевышнему которая находится в кошерной видпиши перед тем что я его вернул обратно он находится как и не кошерная пиша вот три клепота и тут добавляется еще один нюанс веган ахарка и после этого что я уже вытащил ха решиму мемену ни шор довок бегуф остается от этого вида еда этого вида питания след который переклина на меня ле йоис כי мекол махол умешке шэн мешке наса тахеф дам убосор мипсор пасколка как мегаври лиранше лу бая видьеда аставлеет за сабой след в жир в кров и в меса и поэтому тело требует стрясения стрясения потрясения то есть мы поговорим об этом для того не просто для того что издеваться для того что очищать тело и осветить ее из грязи из тумо которая была у него который он пропитал в себе из удовольствия этого мира митубас клепасныго вешейдиме йоидоем ад клепат нога еврейский черт эла имкен ми шелой негеном айламазе кольомов кегабену акодиш кто не заслуживает стрясения в гробу такой человек как раби йогуда что такое раби йогуда единственный тана единственный праведник который да который кушал и не получил удовольствия единственный были еще много праведники до него и после него чего так чего на них так наговаривать почему так поскольку что раби йогуда был уникален он был очень богат очень богат настолько он был богат известно по историю что он был очень близок к императору римский императору своего времени очень близок и написано в талмуде что только двумя людьми на то время могли обеспечить себе за столом редиска вокруг год то есть они были настолько богаты что их могли завозить из разных углов мира свежая редиска 12 месяцев в году а это показалось очень очень богатое состояние поскольку что тогда не были самолетов не были всяких разных такие виши которые могли обеспечить такой транспорт а у них было они были очень очень богатые люди только он император и тем не менее несмотря что все было на стол у раби юга и раби юга естественно и покушал тем не менее перед его смерть написано что он поднял своих руки и говорит что я не получил удовольствия этого мира даже не на маленькие пальцы в моего 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 моя рука то есть он настолько был благочестив что вся еда которую пропитал в себе и у него было все дозволено в деньгах все были воспользованы только ради Всевышнего вот такое показание от такой человек это действительно образец пример невероятное состояние я не могу понять вы можете объяснить что значит они без аппетита ели или как это не получать удовольствие значит когда у тебя возникает аппетит это значит выделяются вещества которые требуют чтобы растворилась вот эта пища если не выделяются вещества так она же просто не будет перевариваться эта пища с физиологической точки времени может это какое-то духовное это совершенно по-другому что значит это может у него был больной желудок или что что он должен заставлять глухушек не ну вот можно как-то понять это может быть я слишком грубо это объясняю не грубо очень логичный вопрос это очень логичный вопрос проблем в том что мы недалеки от такого вид жизни поскольку далеки что нам тяжело вообще воспринимать другого жизни то есть вот мы живем в Украине нам кажется что если мы поедем где-то в каком-то племени в Африку где мужчина едет и ел и ел трусами вот они ненормально живут вот они живут там в каком-то бараке или шатер какой-то вот они ненормально живут а когда они приезжают к нам если они приедут не зная как мы живем им кажется что мы ненормально праведник это другой племя это другой человек у него реально вкусовые качества не такие как у нас то есть для него вкус это тоже духовность ты правильно как говоришь если ты и я и все тут в комнате наверное кроме может быть лейб покушали которые покушали вот что-то вкусное мы получили удовольствие они по-другому это кушают реально по-другому то есть ты спрашиваешь сейчас как они кушают я не понимаю я не понимаю как это физические высшие вообще работают у них не понимает я понимаю только одно что если не понимаю я не означает что это неправда значит что я не понимаю просто не понимаю невозможно поэтому мы так к этими людьми относимся в особенное уважение и осторожности. Мы не такие люди. Мы не понимаем это. Поэтому Раби Игуда, несмотря что он был, как у нас говорят, непристойно богат, он мог есть и только для Всевышнего. Было огромное число соблазнов. Вообще для него это было ничего. Вообще ничего. Просто они были такие богатые. То есть у них не было вот это возможности. Говорит вот контраст. Несмотря что он был настолько богат и настолько у него были еда и виды наслаждения, он говорил о себе, что он вообще не коснулся наслаждения в мире. Остальные все люди должны проходить стрессы в гробу. Мы будем еще... Сейчас мы будем переходить на еще один виды наказания, которое мы сейчас закончим после этого урок и поймем этих двух вещами. Когда человек валяется дурака, он говорит ни о чем. Он не говорит запрещенные вещи. Ни о чем. Просто болтает. Болтун. Ни отору. Ни о нужда. Просто говорит для того, что говорить. Это называется в Лошон Кейдеш дворим бетелем. Бетел это незапрещенный. Кигоон, кто может говорить ни о чем и не нарушать, аму огоц, человек, который не умеет учить Тору. Вообще. Потому что если умеет учить Тору, то когда он болтает, он нарушает закон, что он перерывает себе изучение Тору. После этого надо получить доказательство. Но допустим, гипотетично, что есть такой человек, который настолько не умеет, что он вообще ни о чем не говорит. То есть. Цорых, летаернавшим и ту мазу де кліпозу, наеда очищать себе своего душу из этого не очистка, который принадлежит кліпот, а ледей гилгулу бехафакела. который через брасок во кафакела. Сейчас поймем что такое. Как написано это в книге Зоор. Что такое кафакела? Катапунта. То есть, как это понять? То есть, когда человек умирает, у него есть серьезный проблем. У нас всех есть серьезный проблем. Наша душа, слава Богу, много заповедей выполнила. Мы учили каждый день в кафаке, у нас есть богознания, мы придем в Гаю, у нас будет, о чем говорит, мудрецом там, у нас будет часть учения Тору, Талмудев, Хасидут, и у нас будет не скучно в Гаю. Хорошо. Мы выполняли заповеди, одевали тфилин, соблюдали кашу, соблюдали субботу, делили все, что можно. И теперь душа может, может попасть в Гаю и получить своего часть жизни. Следующий гряду же мир. Но есть тоже проблема. Она напачкана. Есть разных видов грязь. Есть очень простой грязь. Я кушал кошерного, получил удовольствие кошерного еда, раскаивался, вернул сыну Всевышнего, который находится в еда, обратно ко Всевышнему, но мне оставился след. Не очень серьезный след. Для этого надо струсить. Почему струсить? Это как взять ковролем. Видели, как женщина очищает ковролем? Ударили, вытащили, выдернули от него, все гадость, который он смотрит. Хорошо, поняли. А есть высшие, которые это не хватает. А что это? Ну, как болтовня? По пустякам валят. Вот это надо давать душа чувство, как это мерзительно, быть никчемным. Как давать человек чувство мерзительное от себя, ну, стыд от себя? Как это делать? Вот как это делают? Берут душу, ставят ее, заставляют ее находиться в этом положении, которое не было. Вот компашка, когда он болтал ни о чем. Взять ее и бросить ее в раю. В этом состоянии. Она попадает туда и начинает собой стыдить, реально, что я за человек, как я вообще вьем себе. И сразу после этого обратно туда. То есть она настолько себе чувствует неловко, настолько стыдно от себя, что вот этот стыд заменяет раскаяние. Вот раскаяние должно выдернуть от себя через стыда вот это чувство. Когда человек не раскаивался как надо, вот после смерти это делается. то есть это не наказание для того, что издеваться. Это для того, что она выйдет комфортно в раю. Ну представьте себе, что сейчас вот прямо из нашего урока, из урока можно взять куда угодно, после работы, сразу, после того, что мы работали целый день, потели целый день, нас взяли в машину и говорили, вот сейчас надо встречаться с президентом. Мы не согласимся. Мы почувствуем себе настолько неловко решим понюхать себе как-то прилично. Давай помоем хотя бы лицо. Некомфортно. на что такой великий, что не человек. Человек из соседнего улица, правда. Тем не менее, мы чувствуем себя нелегко. Почему? Хотим представить себе красиво. А когда мы говорим о духовном мире, о рай, как мы себе представляем, что мы будем попадать туда? Как будут на нас смотреть? Рассказано был такой очень великий хосед Залман Мойша Ицхаки. Он умер в Тель-Авив. Он был реально очень серьезный человек. Настолько серьезный, что перед его смерть он говорил окружающих хоседов что я не уверен что я ее убил, но запах, вонь, вот трупа я уже чувствую. Он чувствовал вонь труп своего животного душа. То, что он хотел сказать. И когда он умер, Ребе Раяц писал по нее цадик. что он был цадик. Он был большой человек. И однажды Ребе позвал его поговорить с ним и он говорил, говорил, говорил. А когда он сел обратно, хоседов спросил, что он тебе сказал? Честно, не знаю. Как не знаешь? Он говорил с тобой только что, несколько минут. Я думал только одном мыслей. Когда он снимет своих святых глаза из моей свиньей морда. Вот об этом я думал. То есть, это такой человек, который знал свое место, понимал, с кем он говорит. И говорит, зачем он смотрит на меня? Как я могу вообще вырить того, что он смотрит на меня? Есть такая очень красивая история, длинная. Я рассказал ее, как говорит Фау Брэнген, но отрывок от нее, что один из сыновья хасидов в Гэбе Магаш вышел из еврейской жизни, но так судьба перекрутилась в жизни, что он работал на несколько общественные важные дел с Рэбе Магаш в одну комнату в гостинице. И в один из ночей Рэбе говорит ему, ну, что с тобой будет дальше? Что со мной? Рэбе начинал сказать ему все его грехов с первого дня, когда он ушел из своего отца. С первого дня. Это он был уже в возрасте, 50 лет. И настолько ему стало стыдно, что он после этого несколько дней не пришел на работу. А потом Рэбе Мараш позвали его, говорил, что все хорошо, но надо продолжать работать. И они дальше работают. То есть, когда мы говорим о себе, конечно, хочется, что будет гладко, хорошо, комфортно, но иногда ради нашего блага нам надо очищать себя хорошо, иначе почувствуем себя очень неловко.